Валентина Чердакова получила квитанцию за ноябрь. Сумма в строке отопления ее шокировала. Пенсионерка не понимает, откуда она взялась, если в прошлом месяце было не так холодно. В том месяце было 2,360, в этом месяце 2,420. Уже на 100 рублей повысилось почти. За все коммунальные услуги ей нужно заплатить порядка 5 тысяч рублей. При том, что пенсию у Валентины Чердаковой всего 13 тысяч. Нынешнюю систему оплаты отопления женщина критикует. Говорит, до вступления 1,8 было куда лучше. Апрель 1415, март 1415. И так весь год. С Валентиной согласны почти все жители дома Побызова-1. В сумме за 12 месяцев выходило 16 980 рублей. Теперь только за последние два месяца за отопление пришлось выложить порядка 5 тысяч. Откуда они такие цифры берут? На улице плюсовая температура. А такие суммы начисления идут. Вот общедомовая у нас прибор стоит и все по нему. Вопрос по начислениям за тепло сегодня подняли в городской администрации. Руководитель исполнительного комитета Дмитрий Филиппов объяснил, откуда берутся такие цифры. У нас есть потребление тепла на дом, количество гикокалорий, есть площадь дома. Вот эти две составляющие представляют из себя стоимость отопления на один квадратный метр по каждому дому. Представитель власти не понимает, от чего возмущается народ. Методом простых вычислений он сумел выявить положительные стороны этого нововведения. Если взять у нас в сумме, допустим, сентябрь, октябрь и ноябрь, допустим, и сложить эти три месяца по нормативу, каждая квартира, которая по 1,12 платила, то, в принципе, мы здесь все выигрываем. Но положительные моменты нижнекамцы пока не наблюдают. Рекорд по отоплению в городе за ноябрь пока составляет 4,5 тысячи рублей. То есть в три раза выше, чем за месяц при предыдущей системе оплаты. Но и на это у чиновника есть ответ. Если там сентябрьские, октябрьские дни они проходили, месяца от 10 до 15 дней непосредственно начисление было, а в ноябрь у нас получилось уже 30 дней начисления по отоплению. Перерасчет во всех 134 домах, где в октябре вышли стройсчетчики, был, говорят жилищники. Просто он лег на общую сумму квитанции. И то, какие счета получили нижнекамцы в этом месяце, еще не предел. Декабрь мы, в принципе, тоже планируем, что она еще будет больше. Январь тоже будет больше. С февраля, марта, апреля мы уже пойдем на понижение. То есть у нас, получается, вот наши расчетные 8 месяцев, они нам дадут в сумме меньше, чем мы платили по 12. Данные с общедомовых приборов учета вместе с представителями управляющих компаний могут сверять и старшие по домам. Если же вам в этом отказывают, то у нас существует много источников обратной связи. Например, можно оставить свою жалобу в народный контроль. Если же доступ к интернету отсутствует, можно воспользоваться обычным телефоном. Например, позвонить в открытый нижнекамец по номеру 072. Или же на главный телефон мэра 473-473. И оставить свое сообщение. Альберт Меншин, Максим Галимзианов, Эфир 24. Сонная лощина. С понедельника по четверг в 23.30. Время сериалов на телеканале Эфир.